МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире события в студии Андрей Трой. Смотрите в выпуске. Виновные будут наказаны. Глава Самары Олег Фурсов взял ситуацию с нападением на сотрудника спецкомбината ритуальных услуг на личный контроль. Кульминация процесса. Владислав Роговик сегодня в суде расскажет, почему он убил Анну Бондареву. Летчики приглашают. В авиаотряде специального назначения прошел день открытых дверей. Ход расследования я беру под свой личный контроль. Олег Фурсов прокомментировал ситуацию с нападением на сотрудника спецкомбината ритуальных услуг. Виктора Яковенко жестоко избили злоумышленники. В критическом состоянии он сейчас находится в больнице имени Семашко. Глава Самары навестил его в клинике. О расследовании громкого дела наш следующий репортаж. Сейчас Виктор Яковенко находится в реанимации. Его состояние врачи оценивают как стабильное. Но от общения с прессой медики по понятным причинам его ограничивают. Глава Самары Олег Фурсов, навестивший больного, заявляет, это преступление не должно оставаться безнаказанным. Это человек моей команды, еще раз подчеркну, я его приглашал на работу. Достаточно эффективно работал в этой должности. Но вот происшедшее просто, можно назвать, чудовищным таким преступлением. Я уверен, что оно будет обязательно расследовано. И люди понесут наказание за службу. Виктор Яковенко занял должность заместителя руководителя муниципального предприятия спецкомбината ритуальных услуг в августе этого года. Напомним, что около года назад губернатор Николай Меркушкин в своем ежегодном послании поставил задачу навести порядок в сфере ритуальных услуг Самары. Уголовное дело уже расследуют. Силовики уверены, судя по характеру нанесенных травм, нападавших на Яковенко было несколько. По характеру полученных травм нападавших было несколько человек. И скорее всего, если это в ходе следствия будет доказано, соответственно, будет переквалифицировано на более тяжкую статью. Ну и по статье 111 вообще санкции достаточно серьезные. И до 10 лет лишения свободы могут получить нападавшие. Пострадавший пришел в сознание, хотя пока отвечать на вопросы не может. Основная версия, которую выдвигает следствие, это нападение в связи с профессиональной деятельностью. Телекомпания «Самара ГИС» будет следить за развитием событий. Олег Зверев, Алина Чемерес, Станислав Левин. События. Одной из самых обсуждаемых тем дня стала массовая рассылка среди самарцев сообщений о том, что якобы в город для совершения терактов прибыли 18 смертников. Руководитель пресс-службы областного полицейского главка Сергей Гольштейн на своих страницах в соцсетях уже опубликовал от имени официального представительства Министерства внутренних дел России опровержение. Подобная информация, способная спровоцировать панику, не имеет никакого отношения к реальной оперативной обстановке, подчеркивают в полиции. А вскоре стало известно, что силовики уже установили распространителей слухов о засланных террористах и их уже опрашивают следователи. В Красноярском районном суде сегодня прошло второе заседание по делу об убийстве студентки Анны Бондаревой. На скамье подсудимых. Парень девушки Владислав Роговик. Сегодня на процессе допрашивали свидетелей, в том числе и тех, кто присутствовал на роковой вечеринке на даче, которая закончилась смертью девушки. Друг детства подсудимого признался, что до последнего не верил, что Роговик мог убить. Они вместе искали пропавшую студентку. Озвучены были на суде и результаты медэкспертизы, которая так и не смогла до конца установить причину смерти. Если бы подсудимый не признался, что задушил Анну Бондареву, доказать асфиксию было бы крайне сложно. Впрочем, несмотря на этот шаг Роговика, родные погибшие говорят, что ее убийца заслуживает самого сурового наказания. И если бы они знали об истинном характере взаимоотношений молодых людей, они смогли бы предотвратить трагедию. Ничего она не рассказывала. Но когда поняла, что мы против него, она уже ничего перестала рассказывать. Ну, как и любила, говорит. Если бы она нам сказала бы, конечно бы, не было бы такого конца. Это по-любому. Он на актера хотел поступить в Москве. То есть, ну, психологически даже где-то как гипнотизер. Он умеет втереться в доверие. Вот. И получалось так, что даже вот когда они смотрели переписку... По переписку. Просто когда читали, Аня сам собиралась все уже. Каждую неделю она с ним собиралась прервать отношения. И потом опять. Опять, значит, все нормально, опять она с ним. Он ее сначала то погладит, то ее начинает швырять. Прощальный реверанс на десятки тысяч рублей. Жители дома номер 9 по улице Шверника судятся со своей бывшей управляющей компанией «Вертикаль». Коммунальная контора уже после того, как перестала обслуживать многоэтажку, стала прислать людям иски якобы за неучтенную электроэнергию. Суммы немаленькие. На одну семью от 60 тысяч рублей. Откуда взялись такие деньги? В коммунальном споре разбиралась Алина Чемерис. Открутил крышечку, что он делал, я не знаю. И в оконцовке вот так вот у нас получилось. Конфликт с бывшей управляющей компанией, который в итоге довел жителей многоэтажки на улице Шверника до суда, начался с визита сотрудника этой самой компании. Он пришел проверить счетчик на электричество. Владимир Килюшек рассказывает, электрик попросил его принести инструкцию к прибору учета. Когда к нему подошел, он сказал, что пломбы нет. Он сказал, что надо обратиться в управляющую компанию, а пломбирует счетчик. Управляющая пришла через неделю, а по разговору не было ни о чем. Они опломбировали. И через 4 месяца я получил по почте акт о безучетном потреблении электроэнергии на сумму 68 тысяч. Евгения Кустова оказалась в похожей ситуации. Рассказывает, однажды к ней заглянул электрик. Человек устал не очень хорошо. Он попросил воды. Я, естественно, не могла ему отказать. Вернулась, а у меня уже оказываются проблемы. Причем, какие проблемы не было сказано. Открытый счетчик. И мне говорят, что давайте-ка вы заплатите мне энную сумму денег. И никто о них не узнает. По словам Евгении Кустовой, решить проблему на месте ей предложили за 20 тысяч рублей. Женщина отказалась. А спустя 4 месяца получила иск от управляющей компании на сумму в 3 раза большую. Сейчас жители сотрудничают с другой коммунальной компанией. Сам сервис «Волга» сменила вертикаль в июле. Жители уверяют, задолженности перед ресурсоснабжающей организации не имеют. За свет исправно платят. И претензии со стороны управляющей компании «Вертикаль» считают необоснованными. Представители этой конторы общаться с журналистами категорически отказываются. Комментарии по этому вопросу давать не будут. У нас дела в суде. Вот как в суде, пожалуйста, приходите, слушайте в суде комментарии. Чтобы не пришлось платить по счетам, которые вызывают сомнения, эксперты советуют присутствовать при осмотрах приборов учета. И все коммунальные проблемы, которые обнаружат специалисты, решать здесь и сейчас. И требовать документы у тех, кого впускают в дом. У него должно быть удостоверение о том, что он трудится в этой управляющей компании, электрик такой-то, такой-то. Сразу же посмотреть этот прибор, зафиксировать состояние пломб. Если они сорваны, то тогда составить акт. Жители заявляют, платить за чужую непорядочность не собираются. За свои права борются в суде. Одно дело уже выиграли. Алина Чемерис, Максим Гусев, Константин Головин. События. Гора размером с Эльбрус образовалась бы, если бы весь накопившийся на планете мусор собрали в одном месте. В борьбе с мусором Самара не стоит на месте и активно решает проблему загрязнения окружающей среды. Недобросовестные предприниматели тратиться на транспортировку и утилизацию отходов не хотят и везут мусор до ближайшего оврага, леса или берега реки. Что пагубно влияет и на экологию, и на городской бюджет. Еще в прошлом году поймать нарушителей было практически невозможно. В этом году выписано уже больше 70 штрафов. В итоге число свалок сократилось на треть. Проблема хаотичного складирования мусора в неположенных местах частично должна решиться и с возвратом лицензирования на транспортировку отходов. Закон должен вступить в силу 1 января 2016 года. Повлиять на ситуацию должно и повышение штрафов. Сейчас санкция не превышает 2000 рублей. Специалисты уверены, если поднять планку и для юридических и для физических лиц, нарушать закон станет невыгодно. Хотел бы отметить, что несмотря на то, что это очень сложно, мы с начала года составили более 70 протоколов в отношении нарушителей. Зафиксировали их, запротоколировали, направили в министерство. Помимо этого, хотел бы отметить, что по согласованию с Мингосхозом нами действительно начата претензионная работа. Боялись, честно говоря, мы здесь первопроходцы. Есть положительные уже шаги в этой части. Есть решение судов, где наши иски удовлетворяются. И там уже размеры исковых этих требований колеблются в зависимости от класса опасности отходов, от объема отходов, уже от тысячи. И вот у нас буквально пару недель назад было решение сюда до 150 тысяч рублей. Медицинская помощь онлайн. Врачи областной больницы имени Середавина могут помочь пациентам с помощью телемедицины. Привезти в клинику из отдаленного района больного с инсультом или тяжелой черепно-мозговой травмой можно не всегда. Поэтому нейрохирургам приходится прибегать к современным технологиям. О новом методе работы – репортаж Ларисы Шлафаст. Здесь кровоизлияние с прорывом в желудочную систему. Это тяжелый больной. Диагноз пациенту нейрохирург ставит за пару минут. Для этого достаточно снимка МРТ. Сейчас компьютерные томографы есть практически во всех центральных больницах. Если на месте нет нужного специалиста, снимок головного мозга больного оперативно пересылают нейрохирургам областной больницы имени Середавина. Консультацию по лечению получают в режиме онлайн. Если привезти пациента нет возможности, хирург и реаниматолог сами выезжают на место. Мы уже знаем, на что мы идем. Мы не диагностические какие-то манипуляции совершаем, а у нас уже есть диагностика, которую мы уже посмотрели в онлайн по телемедицине. Мы уже выезжаем с планом операции. Благодаря современным технологиям врачам удается спасти в несколько раз больше жизней. Ведь при таких заболеваниях, как инсульт, время идет на секунды. Чем раньше больному окажут помощь, тем больше шансов на восстановление. Это очень здорово, очень замечательно. Потому что есть помощь, есть возможность посоветоваться, есть возможность обсудить. Кроме того, сделали операцию, остается больной на месте. А как дальше? Как дальше его вести? Какое лечение должно быть? Это также мы можем решить благодаря телемедицине. Ежедневно врачи нейрохирургического отделения больницы имени Середавина оказывают десятки консультаций. В год это почти 300 обращений от жителей области. Лариса Шалафас, Дмитрий Мешканцов, События. Для чего нужны беспилотники и как выглядит земля с высоты птичьего полета, теперь знают более 30 самарских школьников. В авиаотряде специального назначения областного главка МВД прошел день открытых дверей. С подробностями Павел Баймаков. Переброска спецгрупп, разведка и поиск преступников с воздуха – основные задачи авиаотряда. На сегодняшний день он оснащен одним вертолетом и целым комплексом беспилотных летательных аппаратов, способных работать в любое время суток и в любых погодных условиях. Вся информация из беспилотного летательного аппарата поступает на наземную станцию управления, представляющую собой защищенный ноутбук. Объектом является у нас «Газель». То есть, в принципе, мы можем определить координаты этой «Газели» в режиме реального времени. В состоянии постоянной боевой готовности, об этом тоже рассказали школьникам, должна быть не только техника, но и профессиональный летный состав из 20 человек. На каждый день у нас, согласно графика, есть экипаж. Вот. По первой команде мы готовы взлететь и в любую точку в нашей области прилететь. И вот он тот момент, которого ребята ждали с самого начала экскурсии. Первая группа школьников готовится сесть в вертолет. Многие из них землю с высоты птичьего полета увидят впервые. Десятиминутный полет под шасси около 300 метров. Ребята с любопытством наблюдают за происходящим на земле. Едва оказавшись внизу, торопятся поделиться впечатлениями. Я первый раз летал. Это такой адреналин был, что в жизни такого у меня не было. Мне не было страшно. Мне супер было. Я радовался. В Самарской области авиаотряд специального назначения существует уже 8 лет и свою эффективность доказывал не раз. В прошлом году благодаря работе летчиков в лесном массиве удалось обнаружить схрон с шестью угнанными автомобилями. Павел Баймаков, Григорий Плешаков. События. А сейчас коротко о других событиях, которые произошли к этому часу. ДТП со смертельным исходом произошло на дамбе реки Волга в Сызрани. Легковой автомобиль въехал под тягач практически по уровень средней стойки. Судя по всему, легковая машина двигалась с очень большой скоростью. Водитель поздно заметил фуру впереди и не успел вовремя затормозить. На дамбе не работает уличное освещение. В результате погибли двое мужчин, находившихся в легковой машине. Определен порядок выдачи багажа пассажиров, прилетающих из Египта в Курумыч. Багаж будет доставлен сначала в московский аэропорт Внуково, а затем распределен в региональные терминалы. Прибыв в Курумыч, пассажирам нужно будет обратиться на стойки розыска багажа в зале прилета международных рейсов и заполнить бланк заявления с указанием конкретных данных. Когда багаж доставят в Курумыч, владельцам позвонят. Получить можно по паспорту и багажной бирки. Если нет возможности приехать самому, багаж доставят по почте. По всем вопросам работают телефоны. Депутаты Госдумы предлагают составить список стран, отдыхать в которых опасно. В первую очередь речь идет о Египте, Турции и Тунисе. Определить степень опасности стран для туристов, считают депутаты, должны органы госбезопасности, знакомые с внутренней обстановкой в этих государствах. А уже потом гражданские институты власти. Инициатива сейчас обсуждается в Комитете по безопасности и противодействию коррупции. Самарскому учителю года Сергею Кочерешко выделили деньги из областного бюджета на приобретение квартиры. 2,5 миллиона рублей предоставляются победителю всероссийского профессионального конкурса согласно постановлению губернатора из резервного фонда области. Сумма будет перечислена продавцу жилья по безналичному расчету на основании заключенного договора купли-продажи. 150 тысяч рублей за ненадлежащую рекламу заплатит один из пивных магазинов города. Еще 20 тысяч ответственны за рекламу. Самарское управление Федеральной антимонопольной службы оштрафовало магазин за размещение рекламы алкоголя неподалеку от школы. Сигнал ведомства поступил от жителей Самары. Согласно закону о рекламе, подобные конструкции нельзя размещать на крышах и стенах домов, а также в 100-метровой зоне детских садов, школ, медицинских и культурных учреждений. Энергию в нужное русло. Самые смелые и порой даже невозможные проекты молодых людей реальны, если их грамотно составить. При поддержке городских властей в Самаре проходят семинары, где молодежь учат добиваться поставленных целей. В том, что мечтать не вредно, убедилась Марина Матвеевична. Создать финансовую империю с нуля, вывести дворовую футбольную команду в мировые лидеры или создать междугородние велодорожки. На семинаре ребята учатся ставить перед собой правильные цели и реализовывать даже самые неожиданные и масштабные проекты. Мне нужно научиться составлять проекты. Это самое главное. И добиваться конкретных результатов. У меня профессия вторая педагога, и я хочу дальше для реализации себя и своего будущего, то есть много знать. Трехдневные семинары для молодых лидеров проводят в Самаре впервые при поддержке городских властей. Тренеры сначала рассказывают, как выявить проблему, поставить цель и добиться ее воплощения в жизнь. Если вы правильно поставили цель, вы сможете сформулировать решение этой цели. То есть найти и средства, найти и способы привлечения этих средств, на каких условиях это тоже вы сможете найти. Мы разберемся с ними обязательно до рубля. Вот эти знания, они помогут им в дальнейшем, потому что технологии, они применимы как в социальном секторе, так и в бизнесе. Абсолютно одинаковые технологии. Поэтому неважно, где они в дальнейшем будут работать, что они поставят целью своей жизни, но без этих знаний нигде им не обойтись. Итогом обучения станут практические занятия. На них слушатели представят свои проекты, и лучшие из них получат путевку в жизнь. Марина Матвеевшина, Станислав Левин, События. Честь имею! Ученики 177-й школы приняли кадетскую присягу. Пятиклассники поклялись быть верными Отечеству и защищать честь свою и класса. А малыши, которые пошли в школу только два месяца назад, получили кадетские удостоверения. В торжественный день с праздником ребят поздравила и Алина Чемерес. Присеваю кадетскую, кадетскую, заветную, поддержку, красную и торжественную приюз. Ее не пугает ежедневная строевая подготовка. Для Анастасии Борисовой принятие кадетской присяги – праздник. В этот день, говорит, сделала первый шаг к мечте. Кадеты, они становятся полицейскими, военными. Мне очень хотелось стать полицейской. Погоны, фуражка, шевроны, формы дисциплинируют, а выправка подчеркивает кадетский статус. Отлично учиться и быть достойными гражданами Отечества сегодня поклялись 38 человек. Их день расписан по минутам. Сначала школьные предметы, потом военные. Но на загруженность никто не жалуется. Этот путь выбрали сами. Кадет, ну, он должен быть мужественным, сильным, храбрым и мог постоять за себя и за девочку. Вроде они должны как быть в форме, подтянуты, но они же дети. Но их все равно в душе еще идет ребячество. Надо понимать, когда они ребячества, а когда их построже. Если эту нить у нас щупать, то будет хорошо. Гордое звание кадет в этот день получили и первоклашки. Ребятам, которым присяга только предстоит, вручили кадетские удостоверения. В этом году в профильные классы в 177-й школе набрали 49 человек. Это, говорят, только начало. Уже были обращения от казачьего войска. Они также хотят у нас создать еще и казачьи кадетские классы. Поэтому, я думаю, у нас все впереди и будем развивать это движение в Турбышевском районе. В завершение торжеств кавалеры приглашают дам. Финальной точкой стал еще не лейтенантский, но уже кадетский вальс. Алина Чемерис, Максим Гусев, События. В Самаре откроется музей Тимуровского движения. Он расположится в 154-й школе. Здание находится как раз в тех местах, где в Самаре снимали знаменитый фильм «Тимур и его команда». Сейчас в городе возрождается Тимуровское движение. Уже организовано 77 отрядов. Это полторы тысячи тимуровцев. Об этом говорят на заседании Координационного совета по патриотическому воспитанию при Гордуме. Участники обсуждают, как городские события влияют на умы подрастающего поколения. Прошедший парад памяти вызвал подъем патриотических настроений среди горожан, отмечают депутаты. Он показал всю мощь Самары. Все мероприятия, которые проходят, они заставляют нас с вами обратить внимание на наших с вами детей прежде всего, на тех наших соседей, которые подрастают, которые сегодня либо будут писать в подъезде нехорошие слова, либо они будут действительно уделять внимание соседям, дедушкам, бабушкам. И то, что мы сегодня с вами делаем, здесь обсуждая проблемы на Координационном совете, это крайне важно. А теперь время новостей спорта, и я передаю слово Сергею Кизоркину. Здравствуйте, я Сергей Кизоркин, и значит, вы смотрите Самарские новости спорта. Самарские дзюдоисты – призеры всероссийских соревнований. Баскетболистки Политеха – первые в Суперлиге. Хоккейная комета поделила очки с Горняком. Самарская комета на родном льду миром раскатилась с лидером дивизиона «Восток» молодежной хоккейной лиги Горняком. Из Учалова. Первую игру комета выиграла 4-1. Дублем отметился Сергей Скворцов. Во втором матче зрители увидели 10 заброшенных шайб. 6 на счету Горняка, 4 у кометы. Домашняя серия игр у Самарского клуба продолжится в среду и четверг в лидовом дворце «Кристалл». Соперник – Орский Металлург. Перед этим туром комета летит на седьмом месте на востоке МХЛ. Политех обыграл Ставропольчанку и теперь занимает первое место в женской баскетбольной суперлигии. В серии матчей на выезде им удалось дважды выйти победительницами со счетом 83-76 и 80-78. Политех после восьми игр набрал 15 очков. В Ижевске на мемориале Калашникова самарские дзюдоисты завоевали шесть медалей. Серебро у Глеба Шумилова. Среди тяжей в среднем весе второе место у Марьям Есеркеевой и Надежды Плишкиной. Бронзовой наградой достались Ильнаре Аливой, Фариде Гуматовой и Дарьи Типчук. Самарская сборная поборола более 500 спортсменов из 20 регионов России, а также из Казахстана, Армении и Германии. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой. На этом наш выпуск завершен. Смотрите телеканал Самара ГИС в кабельных сетях города, читайте нас в Твиттере, скачивайте приложения и смотрите нас на экранах смартфонов и планшетов на базе Android и iOS. Всего доброго, до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин